всем привет друзья отсутствовал дома 5 дней сам вот ну приехал домой наверное час назад может полтора часа сейчас пройдемся посмотрим даже самому интересно как там утята подросли или нет какие изменения был я у бабушки в гостях у другой которая живет у нас далековато но не так уж но достаточно вот погостил нее вот давно не были в гостях вот сейчас посмотрим вообще что тут происходит у нас хозяйство какие изменения со всеми ли все в порядке вот поэтому и видео не было немного отсутствовали сегодня кстати стоит прям жара вот посмотрим что да как здесь вообще дома у нас происходит кстати самую первую очередь я когда пришли ну мы погормили выше я уже посмотрел сам вон там внутри несется утка смотрите сколько яиц за 5 дней 5 яиц она получается не слазь каждый день вот так вот дальше сейчас посмотрим так что у нас где здесь что да как в первую очередь здесь посмотрим на сервис замчужных кстати вот они тоже вот хорошенько подросли помните здесь было вот 4 индоутенка которые немного постарше и один как я говорил он немного так шатался немного терялся в пространство и мама сказал что он пропал в общем вот не я думал он раньше пропадет но он вот на днях вроде бы вчера сейчас поближе подойдем кстати вот тут один лиловый селезень раньше лиловые только уточки были сейчас тут один лиловый селезень появился вот утята растут вот сервис замчужные тоже потихоньку начали уже оперяться вот этот селезень мне прям показался что он намного крупнее стал полностью черный прям красивый такой вот красавчик смотрите не боится еще супит повернись к тебя сфотографируем смотрите как переливается на солнце он фотографировал его на солнышке кстати гуси видите вот так раз два три которые постарше вообще который посередине огромный все гуси линяют у них вот на крыльях вообще ничего нет они летать сейчас не могут так остальные все подгазили спрятались жарко на улице выходим так смотрите какой крупный спереди который им сейчас три месяца с лишним они уже вот отдельно даже гуляют крупные хорошие так выходите вот это конечно прям просто вот когда он не дома был звонили насчет уток селезней вот фотки у меня не было просили селезню показать где там еще а не то выходим вот тут еще молодняк вот эти вот молодые уточки им сейчас два с половиной месяца почти нужно их будет убрать потому что уточки есть на продажу три штуки а этих на мясо вот эти вот селезни тоже молодые им примерно скоро тоже будет два с половиной нужно тоже будет все в холодильник отправить которые покрупнее на мясо потому что на племя я мало один из молодняка ничего не буду оставлять чтобы доставлять об этом будет тоже отдельный ролик что было интереснее послушать посмотреть на одну тематику вот этих гусей прям самому хочется взвесить вот этот прям вообще крупный вот дальше идем что у нас здесь вот эти вот гуся то 7 штук которые были вместе с этими индоутятами я их выпустил они гуляли здесь на траве вот они тоже прям изменения за пять дней конечно это сильные очень меняются быстро особенно гуся то у них вот уже оперение начало происходить и утка до сих пор вот ходит за ними некоторые вот покрупнее которые самцы некоторые вот поменьше так дальше что у нас здесь утки под мотоблоком все сидят в тени где-то кто где прячется выходите снимаем вас так селезнь сразу смотрите линяк у него так гуси когда я уезжал у него колодки были прям маленькие а сейчас уже прям сантиметров как десять здесь вот эти вот которые молодые вот 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 это все почти им два с половиной месяца будет вот эта уточка два три уточки вроде бы остальные сколько селезни раз два три четыре селезни их всех тоже на мясо оставляем себе вот ну если а так вот этих вот двух белых они вот гуляют там которые прошлогодние и еще вот эти вот селезень который изумрудный был красивый они на продаже вот это вот смотрите сережно-мчужная уточка она уже перелиняла почти она первая начала смотрите какой красивый цвет но в жизни еще красивее тут сейчас из-за солнца она немного переливается и не так хорошо видно но вообще цвет прям очень красивый вот эти вот утята которые 11 штук в загоне они как раз вот от этих уток они будут точно такие когда полностью они перелиняют цвет у них будет прям вообще шикарный красивый идеальный тогда еще раз на них посмотрим вот эту лиловую оставлю себе она такая вот лиловая у меня одна пускай останется одну белую оставлю и двух сережно-мчужных скорее всего вот вот получается сколько здесь семь молодых шесть уточек прошлогодних еще три возрослее и сколько еще там ну примерно там еще 11 там 21 вроде бы или 20 еще чем-то точно уж не помню сейчас зайдем во двор покажу кур кролика одного который остался и на другую гусиную семейку который в общем сейчас пришли кроликам сейчас ну точнее одному кролику сейчас посмотрим на него вот она вот полненькая хорошенькость стала нужно все проезинфицировать купить для него мужа и дальше разводить кроликов а то у нас их маловато что-то стало так вот призывал всех курчик ликли 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 во курицами кстати как я говорил вот эта курочка хотела повторно точнее она повторно села вот сейчас она уже опять обратно перестала вот но она в этом году вот сидела на густинах вот еще раз хотелось сесть она вообще сколько у нас кур то вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять кур этот главный петушок и еще один у нас вот декоративный красавица вот такой ну а все пустота все съели вот куры у нас все вот такие разноцветные красивые вот этот вот из кохенхинов у нас остался только вот этот один а из фаверолей вот этот остальных остальные кохенхины цыплятами умерли может кто то не слышал как я рассказывал но вот так вот произошло а с фаверолями петушка и курчик мы подарили другой бабушка который я вот недавно ну сегодня приехал от нее из гостей вот все поснимать они пришли посниматься я вот так их корм бросаю они все собираются в одно место дальше здесь у нас гусиная семейка гоша и мелянка вот один лисенок у них вот такой он уже ну вырос достаточно хорошо у этих тоже вот крылья полностью пустые вообще меняют во всю во дворе наверное как видите тоже вот перья белая все вот купается гоша там после него одни перья остаются что-то убегает сюда вот вы все не бойтесь вы постоянно ой волосы болят вот ночью они сидят там ух как горит вот наверное я их через пару дней выпущу в общий загон посмотрим что будет если объединяться то будет очень даже хорошо в общем вот один лисенок у них ну сейчас наверное недели две примерно вот так куры кстати у нас несутся из девяти примерно пять иногда шесть иногда четыре яйца вот ну обычно несутся они у нас вот через день а некоторые прям каждый день вот сейчас давайте посмотрим так сейчас сразу посмотрим что они там снесли сегодня мама как раз сказала что яйца не собирала несутся они у нас наверху в сарае и там где ну храним сено и сидят они вечером кстати первое гнездо у них вот тут как только поднимаешься сразу здесь несется курочка у нее вот такие прям хорошие смотрите крупные одинаковые яйца это одна и та же курочка несется так сейчас идем дальше здесь пусто здесь одно яйцо пускай лежит у нас еще тут гнездо есть тут несется большинство ох сегодня тут сколько так угу три четыре пять шесть семь восемь наверное тут и вчера не собирали потому что восемь яиц в день они у нас не несут больше вроде бы нигде не несутся если только где-то не прячь яйца ну пока что не видели чтобы они прятали здесь они сидят но не видно вот тут новое гнездо появилось здесь нигде больше гнезд нету во отнесу в холодильник кстати одна курочка вот так вот несется вот здесь это вот эта вот которая на фаверольку похожа она несется вот здесь в сарае у коров ну вот как видите со всеми вообще все в порядке отлично все растут кушают поэтому вот за пять дней все утята и гусята подросли стали прям вообще хорошенько вот этот один ну гусенок который ходит один вместе с гусями он тоже гусья они когда маленькие быстро подрастают и он наверное увеличился раз ну если не в два то в полтора это точно вот вот прошлись по хозяйству все в порядке если вам понравился этот ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал на этом у меня все всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok